Вчера я сказала кое-что, что хочу сейчас прояснить. Когда я объясняла, как моя подруга Мишель переживала близость с отцом в тот момент, когда она не была замужем. Это не что-то такое дикое. Это вообще не идет речь о сексуальной жизни. Это речь шла о том, что присутствие Бога было настолько реальное для нее. И те потребности, которые должен был муж восполнять, обеспечивая, защитая, что Бог делал это для нее. Да, и Кирк сказал, что кто-то говорил к ней об этих проблемах. И очень часто она отвечала. Каждая мама, которая заботится о своих детях, если она замужем, то она будет разговаривать со своим мужем. И если вы мать-одиночка или мать-одиночка, то вы будете разговаривать с Господом так, как будто он реальный человек. И будете ожидать услышать это от него, и он будет отвечать. Окей, вернемся к родителям. Вспоминаем наш Псалом 126. Бог строит дом, и это будет применяться к церкви и к городу. Я не знаю, как оно в Украине, но я это представляю. Вы воспитываете своих детей, но они отвечают, что вот эта мисс, она так и так не поступает. Или Папа Джонни разрешает ему делать вот это. Вот есть хороший ответ. Это не то, кем мы являемся. Это очень важно иметь и передавать видение своего дома и своей семьи. И даже в небольшом собрании, общине мы можем воспитывать наших детей по-разному. Родители Даниила поступали одним образом. Но родители троих мальчиков, они поступали совсем по-другому. Принципы одни и те же. Не пытайтесь воспитывать детей так, как все остальные. Поэтому вы оберегаете видение для своего дома. Исследования показали, что дети более успешны тогда, чем более ясно они понимают, в чем призвание их семьи. Кирк и я делали это очень правильно, и мы даже не понимали, как это происходит. Мы не понимали, что мы делали правильно. Моей дочери было около 10 лет. Я услышала эту историю от ее учительницы. Учитель, она беспокоилась, чтобы она не списывала во время теста. Она споймала, и она вывела ее вне класса, чтобы поговорить с ней. И спрашивает ее, ты списывала? И она отвечает, хортоны не списывают. Потому что она знала, кем она является, как часть семьи. И учительница ответила, я верю ей. И вы должны передавать это видение для своей семьи. Вы бросаете, передаете видение для своей семьи. И мы не похожи на остальных. Я должна отвечать перед Богом. Так же послушайте внимательно, что есть разные уровни во время того, как вы воспитываете своих детей. И вот это то, что вы должны установить границы, когда они молоды. И когда они взрослеют, эти границы нужно увеличивать. Remember, our goal is to raise adults. Наша цель это, чтобы дети, они становились зрелыми. Who can hear God and obey God. Которые смогут слышать Господа и быть Ему послушными. The first phase would be from birth to seven years. Первый этап это рождение до возраста семи лет. Это такой этап веры, когда вы обучаете их очень таких детальных и простых вещей. И запомните, вы стремитесь, чтобы они вам доверяли. Если я говорю нет, то это означает нет. Если я говорю да, тогда я сдерживаю свои обещания. И от возраста с восьми до двенадцати это более выглядит на обучающий такой этап. Они принимают тот урок, который вы им сказали, и потом они его практикуют. И вы можете сказать, это не то, что когда они что-то сделали, это не то, что я именно имела в виду. Но у них есть возможность практиковать то, что они научились от вас. И следующий этап от тринадцати до восемнадцати, это когда вы ведете себя как тренер, и вы наблюдаете, как они ведут игру. И как в игре, то тренер не может вмешаться в игру и остановить ее для того, чтобы преподать урок. И вот так выглядит родительское воспитание, когда они взрослеют. То, что мы изучили ключевую вещь несколько лет назад, то, что нужно быть, обучать притчами. Потому что Ишуа, Он говорил притчами. И когда дети живут своей жизнью, слушайте Духа Святого, чтобы... когда вы видите, что их жизнь продолжается. Давайте представим, что у вас есть тринадцатилетний ребенок или подросток. И вы осознаете, что вы допустили ошибки, когда ему было семь или восемь лет. Не пытайтесь вернуться обратно. В этот момент вы можете сесть с ребенком и поговорить с ним. И вы можете ему сказать так, что мне нужно было научить тебе этому, когда тебе было три года. И я этого не сделал. Прошу тебя, прости меня. Но вы не можете вернуться обратно и вести с ним так, как будто ему шесть лет. Вы молитесь. Вы молитесь. Теперь послушайте. Вы, скорее всего, знаете об этом, но мне нужно это сказать. Вы должны быть тем человеком, который будет вести ваших детей в отношении спасения с Иешуа. Так что, если вы не чувствуете себя комфортно, когда вы объясняете кому-то другому Евангелие, подойдите к одному из лидеров и практикуйте это. Какое основание или базис нам необходимо знать? Что все мы грешники. И когда мы говорим ребенку и объясняем ему, что такое грех, многие из них не признают грех очень быстро. Они, наоборот, признают, потому что Иешуа умер, чтобы заплатить цену за наши грехи. И когда я объясняла это моему сыну, когда ему было пять лет, я делала это наподобие такой игры, взяла одну из игрушек его. И говорю ему, посмотри, это твое. Ты хочешь это? Он ответил, да. Теперь возьми это. И необходимо было немножко ему подумать, чтобы пока до него это дошло. И когда он это сделал, то я ему объяснила, что так же само происходит с твоим спасением. Когда мы верим, что Иешуа, он сделал это для нас, и тогда мы это берем. Будьте готовы. У нас в воскресной школе на этой неделе приняло трое детей Иешуа как личного спасителя. Это настолько прекрасно, удивительно. И они написали в Фейсбуке, что «Добро пожаловать в семью». И, возможно, кто-то из вас так так же сделает. И это не сделало ли их родители заслуга от тех учителей, которые были в школе. И так же вы должны быть теми, кто будет готовить ваших детей к водному крещению. И так же не забывайте, что вы должны тоже хотеть, чтобы ваши дети приняли крещение Духом Святым. Эти дети, они не получают такого младшего Духа Святого. Да, они еще дети. И они могут пророчествовать и молиться в Духе Святом, но при этом оставаться и быть детьми. Но так же мы стремимся, чтобы дети повзрослели, но мы хотим, чтобы Дух Святой высвобождался в них. И замечали ли такое, что когда вы хотите, чтобы молитва была лучше или более услышанной, вы зовете детей, чтобы они помолились за вас? Потому что наш разум, он не позволяет нам пройти дальше. Так же запомните, что такое бунтарство, оно неизбежно. Это невозможно, чтобы воспитывать детей от подростковой до молодежи, чтобы они никогда в этом возрасте не бунтовали. И каждый раз нам нужно возвращаться к взаимоотношениям, взаимоотношениям, взаимоотношениям. И так же вы должны понимать разницу, когда ребенок ведет себя побунтарски, бунтует, или он изучает, старается понять, кем он является в отдельности от вас. Я была подростком в 60-х годах. И была такая группа музыкальная, Битлз. И они носили длинный волос. И я считала, что христианские родители, они грустные, что им эти не нравились. Моему дедушке было около восьмидесяти в эти годы. И он очень мудро сказал моей маме. И он сказал, что все эти дети, они не бунтуют. Потому что каждое поколение хочет смотреть по-другому, чем их родители. Выглядеть по-другому. И для его поколения было отращивание, стричь бороды и стричь волосы на голове. Потому что сейчас, особенно в Соединенных Штатах, есть такая мода носить большие бороды. Сам стиль, он не является чем-то бунтарским. Бунтарство — это отвлечение, отвержение ценностей. Я знаю, что у Валентины и Татьяны есть сын, у которого очень большая борода. Но у Валентины нет такой большой бороды. Но я знаю этих ребят. Они очень почитают своего отца. И они знают, что когда они зовут отца, то он позвонит, то он поможет. И поэтому это не бунтарство. И поэтому посмотрите, когда дети растут, вы отходите от родительства и становитесь такими советниками. Когда они взрослые, они будут приходить, спрашивать у вас совета. Поэтому я вам советую не давать им советов до того момента, как они у вас их спросят. Особенно тогда, когда они начинают заводить своих детей. Позвольте маме быть мамой и папе быть папой. И вы предлагаете им помощь. Это может быть немножко навязчиво, но это того стоит. Мы благословлены тем, что у нас есть здоровые взаимоотношения с нашими детьми. Одна из моих таких гордостей, то, что моя невестка, она любит меня. Моя невестка, она уважает меня. Моя невестка знает, что я женщина номер два в жизни моего сына. Потому что она номер один. И поэтому у меня есть возможность видеть моих внуков постоянно, все время. Работать в таком переходном процессе, это очень важно. Хорошо. Некоторые из вас имеют блудных сыновей. Если мы посмотрим в Евангелие от Луки, скорее всего, это пятнадцатая глава. Есть три таких темы в этой главе. Есть потерянная овца. Есть потерянная драхма. И потом притча о блудном сыне. А вы знаете ли вы Джона Денхардера? Его супругу зовут Нэнси. И она пришла однажды в наше собрание и рассказывала о этой главе. И она обратила наше внимание на то, что есть разные ответы на потерю вот этих... Разные ответы разных групп. И когда речь идет о потерянной овце, тогда пастух, он оставил девяносто девять и пошел искать потерявшуюся. Когда речь идет о потерянной драхме, тогда женщина, она перевернула свой весь дом, чтобы найти эту единственную. А когда речь идет о блудшем, блудшем сыном, тогда отец дал ему возможность уйти. И Нэнси, она обратила наше внимание, чтобы мы спрашивали у Духа Святого, в какой из этих категорий мы находимся в нашей жизни. Потому что иногда мы можем иметь потерянного сына, который ушел от нас, и когда он говорит, я не хочу иметь ничего общего с тобой. Но мы ведем себя с ним так, как с потерянной овцой. Когда мы все оставляем и пытаемся его вернуть обратно. Или дочь. И также помните, что это может касаться наших духовных детей. Поэтому нам необходимо слышать от Духа Святого. Нужно ли мне в этот момент времени идти за этим человеком и звать его обратно? Или это тот момент, когда я ему даю возможность уйти и просто за ним наблюдаю? Запомните, что отец блудного сына не шел за сыном и не смотрел вот эти все ужасные вещи, которые с ним происходили. И если кто-то ходит в бунтарстве, то очень важно не наблюдать нам за эти вещи, с которыми он сталкивается. И помните, что наступил такой момент, когда блудный сын не захотел кушать то, что ели свиньи. Что было бы, если отец дал ему сэндвич или бутерброд? Это бы сократило тот самый важный результат. Поэтому, если у нас есть блудный сын или ребенок, наша цель не заключается в том, чтобы вернуть его взаимоотношения с нами. Наша цель в том, чтобы он восстановил свои взаимоотношения с Богом Отцом. И поэтому все, что мы бы не делали, должно быть направлено им. И он покажет вам, когда будет правильный момент, и он скажет вам об этом. И еще одно. Если у вас есть блудное дитя, запомните, что вы всегда будете искать, чтобы смотреть за ним. Когда этот блудный сын возвращался домой, то отец стоял и наблюдал за ним, когда он будет возвращаться. В то время, когда вы ждете, позвольте Богу разобраться со всей вашей виной. Иногда это действительно может быть реальная вина. И вы отдаете ее на крест. Иногда это может быть лже-вина. Помните, мы говорили о разнице между осуждением и обличением. Поэтому вы просто не принимаете лже-вину. Вы просто ждете и просите Господа, чтобы Он вам его вернул. Когда мой сын проходил этот период отступничества, я была на таком глубоком уровне покаяния моих личных грехов. Я на тот момент покаялась, но я шла еще глубже, чтобы понять, насколько сокрушено сердце Бога Отца. Поэтому он вернулся. У нас есть план, и мы пытаемся вспомнить, в чем же он. Поэтому мы знаем все эти вопросы. Мы собираемся применять их в наших семьях. Как же мы ими будем делиться? Один из таких вариантов, когда люди будут замечать, что что-то происходит отличное в ваших жизнях. Моё такое ожидание и желание, чтобы этот принцип применялся во всех курсах, которые вы будете обучаться в течение года. Чтобы были такие моменты, когда вы захочете пойти и сказать всем своим соседям, чему вы научились. Сначала позвольте, чтобы это сработало в ваших личных жизнях. И потом они увидят, и зададут вопрос, почему ты другой? Почему у тебя другие взаимоотношения с твоими детьми? И тогда у вас будет возможность сказать им, объяснить. Тогда у них будет открытое сердце. Мы понимаем, что Кирк хочет что-то сказать. Мы все знаем, что мы придерживаемся хорошей книги или хорошей информации. И первое, что они думают, что мы поступим так, что мы дадим им книгу, и скажем, что это действительно тебе поможет. И потом этот человек читает книгу. И потом они разочаровываются. И они думают, что я, скорее всего, делаю все неправильно со своими детьми, поэтому он дал мне эту книгу. Вы смеетесь, потому что вы знаете, что это такое. Поэтому мы должны помнить, чтобы позволить Слову работать через нас. Перед тем, как пойти и исправлять других людей. Кто-то получает информацию лучше. Тогда, когда мы говорим о своем личном опыте. И также нам нужно помнить и знать, что все мы несовершенны. Этим мы поможем очень сильно другим людям. Очень часто трудно быть уязвимым. Потому что иногда вы имеете очень близкого друга, вы делитесь с ним информацией, и он может поделиться информацией, и потом он вернется к вам, и вы чувствуете оборудование. Он уходит, не воспринимает вас, и уходит, а потом вы чувствуете себя уязвимым. Посмотрите на это следующим образом. Вы тот, кто рискует. И вы получите награду за то, что вы были уязвимыми. Павел бы не пошел бы никуда никогда, если бы он считал, что он просто ответ для всего. В одном месте Павел рассказывал, я люблю правильный имя, я изучал под правильными учреждениями, я имею в виду, я в фарисе из фарисов. В одном отрывке Писания он говорил о своей правильности, что он еврей, что он обучался в правильных вещах. И что он дальше сказал? Что он просто от этого всего отрекся. Чтобы прославлять Господа Иисуса Христа. Поэтому простите тех, кого нужно простить. И проявляйте прощение к тем, кто к вам имеет что-то, и когда вы чувствовали себя уязвимым. Так же помните о том, чтобы спрашивать Господа, в какую ложь я верю. И так же спрашивайте, что Он даст вам взамен, в чем истина. Это такой путь или образ жизни. И каждый раз, когда вы так поступаете, вы должны чувствовать себя лучше. Потому что вот цель. Потому что Отец послал Ешуа, чтобы Он умер за каждого из нас. И Он никогда не напоминает нам о том, что Он умер за нас. И Он всегда говорит, что Он любит нас. Вот почему Я пришел. И я хочу принести восстановление в вашей жизни. Вы постоянно должны слышать от Отца то, что будет вам делать ваше состояние лучшим. Скорее всего, это для кого-то здесь в классе. Вы должны проработать этот вопрос, чтобы перестать себя сравнивать с другими людьми. И так же простить тех людей, с которыми вы себя сравнивали. Вы дойдете до того места, когда поймете, насколько сильно любит вас Отец. Поэтому я вас благословляю.